То, что покаянные эти псалмы касаются оглашенных, это надо возвести на вторую ступень. Вот мы сказали, как неневитяне согрешили, так и я согрешил, помилуй меня Боже, дальше он не идет, а нужно сказать так, Господи, какие мы счастливые, мы похожи на этих неневитян, но Ты послал им пророка Иону, как Ты любишь народ Твой, благодарим Тебя Боже наш. То есть те же самые события про неневию, но я возвожу дальше их, благодарю. И теперь третья ступень, ангельская, словословие. Господи, неневитяне согрешили, они не думали о жизни вечной, такой же и я, помилуй меня Боже. Но Ты дал им пророка, и пророк этот привел к покаянию, благодарю Тебя. И с ними вместе я желаю наследовать жизнь вечной и приношу это искреннее покаяние, как Ты велик. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Вот эта третья ступень тоже события, и таких пятьсот два события, которые Он воспевает, на которых каяться, их нужно все возвести на второй и третью ступень. Почему этого не видят? Я выставил в интернет, ни одного возражения нет. Один вопрос, почему никто не написал, тысячу сто лет прошло, а я этого не знаю. Это Бог делает. Вот сейчас я на трехтунге, самая, можно сказать, такая грабительская, это Украина. Везде проходили, все легко. Как только доходим до Украины, скажи ты, в горло прям сцепляется, отдай то, отдай это, прям обрывают все с тебя. А что говорят отдать? Ну, через таможие не пропускают. А что дать, сколько требуют? А что требуют дать, что дать? А что делают? Деньги. Деньги? Деньги, он не требует дать деньги. Там он так тебе ставит такие условия, что ты вынужден, я тогда беру трехтомник, пошел, вы знаете, евро. Евро это международная валюта. Я ему дарю на 75 евро трехтомник. Так он же их читать не будет, ему это не так. Читает, просят. Просят? Просят, там будет читать. Там 240 только картин. Лучших иллюстраций Библии Гриста Водоле раскрашены. Надо показать. Надо показать завтра. Я его издал впервые. Уже и врачка может пока показать. Впервые за 2000 лет вышел Новый Завет с полным толкованием по святым отцам с откровением. И откровение, которое обработал отец Геннадий Фаст. По всем святым отцам, все, что они сказали, как растолковали. И опровержение всех сектантских мудрований. Одновременно. Такой есть трехтомник? Да, но у меня с собой здесь. Впервые за 2000 лет ни западная католическая, ни восточная православная не издавали. Они издавали блаженную фефилакт толкования, откровения. А откровения не было. Теперь у меня в одном все собрано. Но я даю 297 комментариев еще на блаженную фефилакт. Усиливая места, где говорится о любви к Слову Божию и к проповеди. Тома, тебе плохо? Ты принял таблетку? Игнатий ни одной таблетки не принял, когда мы делали операцию на 8-м. Еще не будет. У меня сколько операций было? Ни одной таблетки еще не съел за жизнь. Это яд. Найди какие-то травы, запарь, пойди купи в аптеке. Но это ж трудиться надо. А это взял таблеточку, съел и готова. Я ем. У меня есть, я скажу какое. Чистый, настоящий мед. Ложечку его в теплой воде на ночь. Тебе плохо, говорит, ложечку. Ты вчера не принимала? Принимала. Так, теперь не позволяй, чтобы с тобой разговаривали как с больной. Ты уже в этом плывешь. Подгребайся к берегу. Когда спрашивают, а чем болеешь, пенсионеры? Я спрашиваю, а что это такое? Да еще вы ничем не болеете, понятия не имею. У вас что-нибудь болит? Я говорю, болит. Но это не болезнь, это естественно. Организм стареет. Листья падают. Ты посмотри, как я еще бегаю, на велосипеде катаюсь. У меня три голубятни. Одна голубятня 9 метров 60 сантиметров. Я туда сную. Это элемент воспитания для ребятишек. Я же в начале детского лагеря. Мне надо их воспитывать. Вот в прошлом году мы доехали до Москвы на своей машине. Надо с вами кто выше на дерево залезет. Я с вами посоревнуюсь. Давай. И доехали мы до Владивостока и находки в прошлом году. А у меня после операции на позвоночнике, операция, у меня еще две грыжи там. На стройке всю жизнь работала, на садах. И я в машине еду. Мне нельзя трясись. Мне нужно только лежать или стоять. Четыре месяца было. Но я постепенно дошел на это. Вот сколько времени. Я не знаю лет пять. Я не мог больше наклониться. И детям говорю. Я не могу после операции никак. Но желание внутреннее было. Я вдруг хряснула. Я сейчас смотри. Господи, слава тебе. Как будто ничего не было. Бог видеть желание. Операция такая. Перед операцией меня на каталке катали. У меня защемление там это все. Ну, грыжи. Сделали операцию. Ну, маленько там нога, она анемелая. А где операцию делали? Где-то. Где-то. В Барауле. В Барауле. В Барауле. В Барауле. Вот что интересно. Когда я был на операции, сказали, перед операцией, бороду убрать надо. Я говорю, это никак нельзя. Ну, а как. Начальник подошел, который операцию делает. А почему не хотите как? Я говорю, я верующий христианин. Еще же ради. Хорошо, мы сделаем. Без этого. И вот они привезли, и в рот когда-то отнули, куда-то наркоз-то, сейчас через легкие-то. Ну, я поплыл и все. Очнулся, я уже на постели. И они стоят врач, хирург, нога у меня, нога хоть что-нибудь чувствует. Перерезали от нервов. Оказалось, у меня устройство позвоночника не такое, как обычное. Обычно там, где выходит, два канала. А у меня один. Один, и в нем переплетены все нервы. Ну, бывает такое оно. Редкий случай. И они боятся, что когда делали операцию, подпилили нервы. Ну, действительно, но оно много, видишь как. И даже не заметишь, она мне не хлюпает. Ничего. Ну вот я, а ходить-то надо. И такая коляска, ну как больная, вот так. И она на коляске, я потихоньку. А он проходит, ты эту бричку груз, она тебе не нужна. Я говорю, говорят, корсеты. Корсеты не нужны, иди в спортзал. Я сразу в спортзал. Там уже лег. Я сначала одной ногой пошевел, другой. Меня через шесть дней выписали. Но сказали, четыре месяца, чтобы я не сидел. Поэтому я обедал, стоял всегда передо мной. Ванна большая, и на ней мне обед давали, и я ел. А везли меня с вокзала. Солома привезли, положили на сено, на солому. Так и привезли. Продолжение следует... Продолжение следует...